как говорится ну называется не знаем чё но что-то там у ребят клюнуло как раз когда начинал прямой эфир не обрыв схода короче пляж дугит четверг последний день соревнований сектор 21 как его тут называют ласково очко команда карасики ребята просто кормят поэтому я решил сделать уже что называется эфир прямо не в процессе работы чё ты опа до обрыв как в ресторанах жирненькие так так пока не переворачивать камеру вот и а вот и и и и и и и А ты его как-то останавливаешь или он все время идет? Идет. А что мне восстанавливать? Идет? А на этих стримах как рассчитывается трафик? То есть? То есть это только твой трафик считается, что у тебя берет интернет и все, да? Чисто как ты смотришь видео на ютюбе, то же самое. То есть ты можешь стримить и целый день, но не выключая камеру? Я думаю, что у них, возможно, есть ограничения по размеру, по времени, по размеру этого стрима. Я не знаю, есть ли оно. Я понял. Потому что на том же ютюбе ты можешь спокойно загружать стримы на 5-6 часов без проблем. Но я была такая когда-то мысль сделать. Но это можно сделать через фейсбук, это можно сделать через чисто веб-камеру. Запустить через сайт, поставить камеру с сим-карпой. Ну так опять же, а где поставить? Ну да. Это же надо в каждом секторе ставить такую. Это уже заплёт. Мечта, конечно. А потом как это обрабатывать, блин? Трафик и общественный трафик. Да, кстати, я хотел сказать, чтобы вы не укреплялись, если вдруг увидите, что вечером нет судейского лагеря. Что-что? Если вдруг увидите, что вечером нет судейского лагеря. Что такое? Майя решила перестраховаться, и мы договорились с Андреевом. Нас пускают на ночь в зал. А-а-а. И там она решила, что мы сейчас соберёмся, упаковываем всё в домик. И все судьи уже переедут жить вечером на этой зале. А чего она хочет перестраховаться? Чтобы не собирать весь судейки лагеря, завтра под дождём. А-а, ну да. Ходить под дождём нет проблем, но собирать талант... А можно мы тоже переедем и доловим уже на Енгепе? В Нильсоне решили другого варианта. Они решили сейчас всё, что не нужно собрать по-сухому. Они нас попросили узнать, можно ли будет загнать машину. Чтоб загрузить всё лишнее? Загрузить туда лишнее. Чтобы завтра было меньше сбора. Мы пока это проверим. Если это можно, тогда мы скажем просто в группе, в чате. Степ, пока у них был этот обрыж, поэтому экшена в кадре нет. Хотя, слушай, если мне мешает микрофон, то не скажи, я вот один. Он как-то будет. А-а, не очень как... Сейчас вы будете слышать шелестящий звук. Ну, нужно много кормиться. Да, да. Мы рассказали уже про камеру в воде. Как исчезает корм со дна. Да, да, да. Орешков. Там надолго ничего не задерживаются. Да, кормили полдня, нашли три орешка. Это было интересно. Вот так вот. Да. На заднем плане... Я вчера смотрел... Вчера ты был у ребят там с краю фурмы? Нет, нет. А? Молдаване, фурмы, никто не. Фурмыны? Мне интересно, когда люди рассуждают над тем, что сектор плохой из-за того, что надо далеко бросать. Вам привет от легенды. Спасибо. О, легенда. И легенде привет. Давай рыбу, легенда. Сюда давай рыбу. Ну, давай, Валер, продолжай. Не, ну, что люди мотивируют определение сектора, качество сектора тем, что надо далеко работать. Сегодня на всех секторах то же самое. Сегодня нет ни одного сектора, который работает ближе 120 метров. Я к тому, что что-то не делай, как ты не делай. Всегда кому-то что-то не понравится. Я считаю, что в этом году сектора вообще разбиты идеально. Идеально. Ну, опять же, как я тебе говорил, совместить погоду и сектора нереально. Да. К сожалению, заказы от нас не принимают на верху. Это точно. Хотя мы писали, писали, посылали людей к стене платят записками. Ну, не работает. Был бы дождик, вот бы отловились бы. Да, да, да. Я помню, как был дождик там. Включили все налево и направо. Да. Смотри, я тебе скажу, что ты помнишь, когда мы стояли на Халуки с Астасом, и бодались с фиш-инспекторами. Они были с той стороны. И у нас тут ураган, волна полтора метра. И у нас продолжает клевать рыба, а у них все заклинило. Так что, видишь, погода. А при этом они с нами бодались. Мы шли за первое-второе место. И, видишь, изменилась погода. У них затишье. А у нас ураган. И у нас рыба клевала, а у них перестала. Поэтому это тоже важный процесс. Погода. Да, у нас погодный водоем. К сожалению, тут мы как-то не хотим, но с этим мы сделать ничего не можем. Мы очень сильно здесь зависим от погоды. И наша надежда, что все-таки мы в январе. Уже середина января. Должна быть зима. Но как-то не складывается у нас с зимой. Пока. У нас лето. Ну да, реально, посмотрите, как бы, товарищи, которые смотрят сейчас этот стрим. Но это похоже на зиму. На январь месяц. Блин, крещенские морозы. Я, честно говоря, был уверен, что Усач уже спит. Потому что месяц назад у него был такой сумасшедший жор. Он хватал на все. А сейчас ничего не изменилось. Даже больше его стало. Он покрупнел. Его не больше стало, он жирнее стал. Да, он сейчас такие экземпляры вылавливается. Да, я таких Усачей здесь не видел. Усачей здесь не видел. Ага. Так что... И они косят под карпов. Паровозят как карпы. Идет вправо, влево. И клюют на то же самое. И едят то же самое. Воруют. Ну, мы сейчас вот с братьями Вильсона вопрос подняли. Насчет того, чтобы вынести предложение... Как убить Усачей? Нет. Как их принять в семейство карповых? В принципе, мы тоже на эту тему говорили. Я посмотрел, что это... Это-то семейство карповых? Да. Это семейство карповых. Я тебе скажу, я догадываюсь, почему не включили в Усача как бы в категорию карповых ФИПС. Потому что Усач европейский, который они ловят... Ну, у них другой Усач. Он другой совершенно. И он реально не похож на нашего. Абсолютно. Вообще близко. Форма, голова, все не то. Вот когда мы, по-моему, вчера или позавчера поймали Усача, ну, не знаю, 2,5 килограмма Машу Козе. И... И мы, мы сами, зная, как говорится, в лицо всех Усачей на Кенерите, мы еще какое-то время сомневались, Усач это или нет. Ты понимаешь? Да. Потому что морда похожа на белого Амура, а перение уже как у Усача. Есть уже даже шипы, верхний и нижний. Может, это уже какие-то гибриды? Да, про это мы тоже говорили, что, возможно, они перекрестно скрещиваются. Поэтому... Смотри, а это-то без проблем. Пошла рыба на Кенерит. Он зашел в кучку карпов. Оплодотворил свою часть икрины. И вполне возможно, что... Так как они близкие, родственные виды, то у них вполне может быть, что у них, ну, как бы, дети появляются. Единственное, что у них нерест в разное время. Но хотя из-за погоды может задержаться, может ускориться, наоборот. Но учитывая, что мы здесь ловим уже десятки лет, и это впервые мы видим таких реальных экземпляров. Не только мы. Как бы, израильтяне тоже поражаются этим размером. Не, огромные Усачи, огромные. Ну, ладно. Вопрос поднимем, обсудим. Может быть, коллективным разумом... Смотрите, я хочу сказать, что если зачетный вес одному килограмму, килограммовый Усач... Сейчас это просто... Да, да. Они ведут себя сегодня как карпов. Я думаю, не стоит у себя принимать в карповые. А то люди будут блеснить. Забрасывать карповые удочки и вытаскивать. Честное слово. Да нет, ну... Ты уже не будь таким уже, совсем уже. Так они же клюют на блесну? Блесну клюют. Но они, по-моему, норного лучше клюют на карповую еду, ты знаешь? Это, скажите, Усач это универсальный карп. Он берет и на блесну активно, и на тигровый орех, на тигровую. Поддумаем название. Карпач, усарп. Да, да. Потом надо будет Усача от сардин и отличать. Потом от бури, от кефали. Бури только видно на кефале, на Ивашке кефаль. Бури можно больше спутать с амуром. Да, кстати, да. Похож немножко, да. Ладно, ребята, не буду вам мешать. У вас, как бы, времени осталось меньше суток. Доказать всем, что команда карасики. А вот назвали бы команду карпики. Все-таки карасики, это карасики. Да, тут тебе пишут, тортик давай корми. Ну, про что ты у нас все время в кадре. Когда бобрики проиграют карасикам, это очень обидно. Зимфирка давай, зимфирка. Все, ребята, на этом наши прямые эфиры с берега Кенерета заканчиваются. Ну, получается, на закуску мыли? Да, вы у меня остались просто на десерт. Самая сладкая команда. Тортики, да. Поэтому мы уже увидимся, скорее всего, в ночных новостях, которые, вероятнее всего, будут уже проходить из зала Вейнгель. Так что ждите сообщений на Фейсбуке. Следите за нашей страницей. Подписывайтесь, ставьте лайки. Короче, выражайте свою любовь к нашим командам. Субтитры подогнал «Симон»